Это «Наизнанку» проект о региональной России. Пока в Башкортостане продолжается преследование жителей республики за участие в митингах, в Казани арестовали девушку, которую силовики заподозрили в призыве выйти на экскурсию протеста по Кремлю в знак солидарности с жителями соседней республики. Чего боятся власти? Могут ли протесты в Башкортостане повлиять на настроение жителей соседнего Татарстана? О сути башкирского протеста и положении дел в Татарстане поговорим с экоактивисткой из Казани Юлией Файзрахмановой и бывшим членом команды Навального в Уфе Федором Теллиным. Оба, отметим, проживают сейчас за границей. Юлия, Федор, добрый день. Здравствуйте. Федор, мой первый вопрос к вам. Мы наблюдаем за десятками уголовных дел, заведенных на жителей Башкортостана за их предполагаемое участие в акциях протеста. Вероятно, власть пытается так запугать людей. Не может ли это привести к новым протестам? Я считаю, что новые протесты, конечно, возможны, но в данной ситуации пока, к сожалению, такого даже не видно из-за того, что все-таки предпринятые властью попытки такого уголовного преследования по поводу особенно массовых беспорядков, якобы насилия над силовиками, все-таки это скорее делает протест в ближайшее время, массовый протест, невозможный. Конечно, единичные акции в России, они также будут, но я пока не вижу тенденции для того, чтобы этот протест мог разрастись. Юлия, в Казани на днях арестовали девушку за поддержку протестов в Башкортостане. Суд признал Лилию Калимулину, виновной в организации массового мероприятия, так звучит формулировка, за предложение выйти на экскурсию протеста по Кремлю. Можно ли говорить, что протестов боятся не только власти Башкортостана? Протестов боятся вообще все и везде. И самое, наверное, пугающее российские власти в целом, не только региональные, это массовые протесты граждан. Даже вспоминая наши достаточно, скажем так, беззубые выходы в поддержку различных экологических инициатив в защиту природных территорий, когда мы просто собирались с детьми, с шариками на тех природных территориях, которые хотели защитить, мы видим, что очень внимательно, очень пристально наблюдали за этим. И как только количество людей переваливало определенную отметку в несколько сотен, скажем так, в наших случаях, то власти предпринимали действия. В нашем случае это оказалось создание особо охраняемой природной территории. В других случаях это оказываются разгоны. Я в Казани снимала акции в поддержку Навального, он нам не царь, также прогулки по Кремлю, прогулки оппозиции, которые устраивали. И там было не так много людей, несколько сотен, может быть. Но те силы, которые были брошены на подавление, это соизмеримые силы. То есть это несколько больших автобусов с силовиками, это куча автозаков по всему маршруту следования. То есть власти везде боятся протестов, власти везде боятся, что протест, изначально вызванный какой-то одной вполне конкретной проблемой или ситуацией, перерастет в массовый бунт. Массовых бунтов боятся всегда. В Башкортостане вышли тысячи. Федор, как вы считаете, почему именно в Башкортостане стали возможны столь массовые протесты в такое время? Здесь надо прежде всего смотреть, где эти протесты происходили. Они начались в Баймаке, в Баймакском районе, и потом через несколько дней они, получается, прошли в Уфе, но гораздо более малочисленным составят. Здесь важно отметить такой момент, что жители, которые вышли в Баймакском районе, и сам Баймакский район, если мне не изменяет память, около 60 тысяч человек, ну и сам Баймак около 40. Люди, которые там живут, это очень отдаленный район. Туда ехать где-то 5,5 часов примерно от столицы, от Уфы. И получается, там преимущественно сельские жители, которые, может быть, меньше сталкивались с давлением государства, то есть они меньше подвергались репрессиям, они меньше читали об этом. И у них не было представления такого большого, которое есть у жителей Уфы, допустим, о том, какие последствия это могло привести. Каким это последствиям могло привести. И я думаю, что здесь меньше информированность о возможных репрессиях, она, конечно, дала свой результат. Ну и, конечно, само по себе несправедливое преследование башкирского активиста, которого многие из лиц, которые пришли его поддержать, знают именно с точки зрения как экологического активиста, с точки зрения активиста башкирского, который выступает за башкирский язык, за более бережное отношение к природе. Ну, всем известна ситуация с золотодобычей в Баймаке, и не только в Баймаке, где просто добывается золото абсолютно неправильное. И то есть жители вышли за парня, которого они знали, знали исключительно с положительной точки зрения. И когда ему вменяют слова, которые эксперт перевел определенным образом, конечно, они это встретили как большую несправедливость. И учитывая, что нет информации такой большой о репрессиях, о том, что может сложиться, и вот все эти факторы, они слились воедино. Люди вышли протестовать за своего парня. Юлия, вот вы сказали, что раньше ваши протесты были беззубые, вы так сформулировали, в Татарстане. По вашему мнению... Не в целом, я имею в виду, Рамазан, я имею в виду конкретно протест по защите Гавриловской рощи в Казани, потому что там мы специально выбирали те формы, когда люди бы не столкнулись с разгоном и специально делали его максимально таким миролюбивым, но при этом массовым. А в Татарстане, по вашему мнению, массовые протесты возможны сейчас? Я хотела, если можно, небольшую ремарку по Башкортостану добавить. Да, конечно. Мне кажется, что... Я немножко подискутировать хотела. Мне кажется, что ситуация, когда люди в сельских районах не знают, это несколько надуманная. Мне кажется, я читаю просто очень внимательно со времен Куштау башкортостанские чаты, в частности, активистов, и большие чаты, как Куштау онлайн, и ряд небольших частных чатов. И везде там видно, что люди в курсе про то, что репрессивная машина прокатывается очень жестко, потому что после Куштау там была целая волна задержаний, там было кармаскалинское дело, про которое я очень много как журналист писала. Там были четыре парня, которых почти год продержали в СИЗО, одного из них просто измучили, довели до фактически... Ну, то есть он попал в психоневрологический диспансер, потом его выпустили, его дело выделили в отдельное производство. В общем, я общалась с его родственниками, и люди знают, что тех, кто выходит за природу, за землю, могут очень жестоко не просто репрессивной машиной прокатать, а изуродовать, измучить, избить, пытать. Но мне кажется, что здесь самый важный фактор, вот вторая часть, то, что люди на земле, на селе очень четко воспринимают свою землю, свою природу, и очень негативно относятся к хищническому разграблению природных ресурсов, а их добывали и сейчас, и в советские годы, и в царской России, очень много рядом с Уральскими горами, разнообразные и хищнические, и никогда в интересах самих жителей региона, да. И они действительно готовы выйти за тех парней, которые встают на пути вот этой хищнической машины разграбления. В Татарстане, к сожалению, ситуация, как мне, кажется, иная. Тем не менее, в Татарстане экологическая повестка также актуальна. Мы вспоминаем и МСЗ, и засыпку Казанки и так далее. Да, повестка актуальна, и экологические проблемы, естественно, никуда не деваются. Немножко другой контекст. Здесь не столько разработка месторождений, по-моему, один только протест был связан с разработкой песчаного карьера. Здесь подготовка и изъятие природных территорий под застройку. Это и засыпка Волги, это и многочисленные локальные ситуации в Казани, не только в Казани, по изъятию природных территорий под строительство, это и прокладка трассы М-12. Ну, там больше, конечно, было затрагивание не только природных территорий, но и домов, и населенных пунктов на селе. МСЗ, да, вы правильно сказали. Но, как сказать, здесь протесты очень привязаны к локализации. То есть даже вот протесты, связанные с Волгой, они включали жителей, естественно, прибрежных поселков, жителей Казани, которые являются, в том числе, пользователями этой территории, приезжают туда купаться, отдыхать. Но при этом там, к сожалению, не было, по крайней мере, массовой, по крайней мере, в тех протестах, с которыми я столкнулась, выхода за пределы этой повестки только по защите своей земли. Потому что, ну, допустим, я скажу про свою боль, да, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины, я, естественно, выступила в поддержку Украины, и итогом стало исключение меня из актива, управленческого актива группы «Волга и народ против» именно за проукраинскую позицию, именно с формулировкой «Бандеровка». Несмотря на то, как бы, что я сделала для защиты этой территории и для защиты, в том числе, имущества жителей, которые пошли бы под снос в случае реализации девелоперских проектов. В той группе, которая защита Казанка на Гаврилово, мы стараемся поддерживать участников, если они болеют, я стараюсь какие-то возможности находить. Мне хотелось бы вас сейчас прервать и продолжить разговор о личности, которая стала неким символом этих протестов. Федор, на ваш взгляд, вы уже подчеркнули, что в том числе личность Алсынова сыграла огромную роль, то несправедливое отношение к нему. То есть за него в трудные времена вышли больше людей, чем за многих оппозиционеров, будь то Лилия Чанышева в Уфе или Яшин в Москве. Означает ли это, что на местах есть политики с большой социальной базой и высоким уровнем легитимности, которые не были очевидны на федеральном уровне? Ну, раз у нас уж возникла небольшая полемика насчет сельских жителей и остальных, то я бы хотел здесь тогда тоже более развернуто сказать свою позицию. Я, во-первых, бывал тоже в Баймарском районе и бывал в Сибае, когда были, когда горел карьер сибайский, мы несколько раз туда ездили, в том числе с Лилией Чанышевой снимать репортажи. Я имею представление о том, какие люди живут, но вопрос изначально стоял о все-таки в нынешних реалиях. Я также являюсь работником правозащитного проекта ВДИнфо, который в том числе и там разговаривал во время протестов и с родственниками жертв, которые, ну, я могу назвать их жертвами, режима, которые столкнулись с таким преследованием. Вот, я вижу даже по нашим обращениям к нам как правозащитной организации в плане того, как люди на это реагируют. То есть многие не знают, что такое ВДИнфо, что мы 12 лет помогаем людям, которые попали в сложную ситуацию из-за, прежде всего, протестной активности, ну, там в том числе и антивоенных сейчас, вот, высказываний там различных. Вот. Но я бы все-таки отметил, что среди людей, которые собрались вот в Баймаке за два дня до вынесения приговора, например, были в том числе участники так называемого СВО, то есть полномасштабного вторжения в Украину. Ну, вот. И не только они. Я не хочу сказать, что были они или преобладали там, но когда записываются видеообращения, в том числе, ну, для меня это как воспринимается как челобитное к Путину, к царю, о том, что он должен разобраться, со своим наместником, прокуратором, там, Радим Хабировым, я это вижу отчетливо, что эти люди не понимают контекста, они не могут до конца понимать, что же произошло. Это не их беда. Это их, точнее, может быть беда, но в этом они не виноваты. Здесь, может быть, как раз людям, которые занимаются преимущественно башкирским населением, просто все-таки это преимущественно башкирское население там живет, может быть, им бы стоило до этого какие-то возможные решения принимать, именно рассказывать о том, что режим сам по себе преступный, и здесь вот эти моменты, они крайне важны. В нынешних реалиях, конечно, уже тяжело, когда каждое слово шаг влево, шаг вправо для тех, кто находится в России, это означает, что могут быть заведены уголовные дела как на самого человека, так же и родственники могут подвергнуться преследованию. Конечно, сейчас это тяжелее. Я считаю, что как раз, да, это такое преимущество, но я не знаю, насколько это в Москве прямо, скажем так, важно. Да, может быть, они обратят на это более пристальное внимание. Но в нынешней ситуации Ради Хабиров начал реагировать, он начал ездить по району, как раз по Баймаку, начал говорить о проблемах, в том числе, башкирского языка. Ну, естественно, я никакого доверия к такому руководителю не имею. Я считаю, что ему абсолютно все равно, кого отправлять на ту же самую войну, из какого человек района, какой национальности. У нас все-таки преимущественно аграрная республика, ну, у нас 4 миллиона человек, из них около 2 миллионов примерно сельские жители. И, скажем так, бедность среди таких граждан, она имеет большое значение. И если у нас многие десятки тысяч выезжали раньше на вахты, они сейчас продолжают выезжать на вахты на север, то этих людей, допустим, гораздо проще агитировать на войну, в том числе из-за денежных средств. Я хотел бы, чтобы вы все-таки ответили на вопрос, который я ранее задавал. Вы сейчас реагировали на реплику Юлии. Мне хотелось бы понять тот факт, что люди вышли за конкретную личность в Ашкортостане на федеральном уровне совершенно неизвестную личность, но при этом не выходили в таком количестве за других оппозиционеров, например, про вашу коллегу, если говорить про вашу коллегу Лилию Чанышеву, либо про Яшина, за которого тоже не вышло такое количество людей. Означает ли это, что на местах есть политики с большой социальной базой и высоким уровнем легитимности? И в Москве, в том числе оппозиция, не догадывается об их существовании? Москва, скорее всего, не догадывается о существовании активистов, определенных активистов, скажем так, это безусловно, но правоохранительные органы, которые этим занимаются, которые называются правоохранительными, конечно, таковыми не являясь, им об этом известно. Почему вышли такое большое количество людей? Но я опять же могу сказать, что в районах и в деревнях, где это все происходило, там люди выходили преимущественно за своего человека. Наверное, ни у кого нет сомнений, что у Лилии Яшина, который в том числе действительно легитимный политик, который избрался в сельсовет и был потом, ну, не в сельсовет, точнее, по уровню это, конечно, сельсовет, но в Москве это, получается, в районе Красносельский. Тем не менее, мы это видим. Все-таки о том, что активисты бывшего Башкорта участвовали в выборах и там набирали какие-то результаты, мне об этом неизвестно. Это касаемо легитимности. Что бы их допустил? Я считаю, что, ну, были бы попытки еще, были бы, мне они даже неизвестны о попытках. Фаиля Алсынов заявлял о том, что он хочет баллотироваться на должность главы? Возможно, он заявлял, но я, например, знаю о том, что Рамиля Саитова собиралась то же самое, и вот я видел ее активность, а именно от Фаиля Алсынова либо от Руслана Габасова либо от других представителей Башкорта я такого не видел, и я могу ошибаться, но просто я не видел о том, что кто-то вообще пробовал подавать из них документы даже на, чтобы представлять интересы, ну, скажем так, жителей в плане каких-то депутатских или других органов власти. Юлия, власти Башкортостана считают, что риторика башкирских националистов носит такой ксенофобский характер. Собственно, обвинение Алсынова, суть этого обвинения тоже говорит об этом. Татары одна из основных групп Башкортостана, риторика упомянутых активистов задевает татар и вас лично как татарку? Можно я опять немножко на ту рептику дополню? Да, конечно. Я наблюдала за процессом по признанию организации Башкорто экстремистской и общалась тогда с участниками и такими активными членами лидерами Башкорто. И то, что они нелегитимны, это немножко не совсем мне кажется так. Они не шли в существующие органы власти, это правда. То есть они не участвовали в выборах и прочее, но у них шла огромная работа по сельским районам, они проводили там сходы иины, так называемые это по-башкирски, по-татарски ЖИН, то есть это собрание жителей, и они фактически создавали свою альтернативную систему управления и принятия решений. То, что муниципальная реформа по-русски, а по-башкирски и... занимались многими социальными проблемами, с которыми к ним обращались жители, то есть они... Очень большая работа там низовая шла, и были районы, по-моему, в том числе и баймакски, где в случае проблем жители шли не к главе сельской администрации, а вот собирали эти иины, инициировали эти иины, выходили на башкорт, и активисты приезжали в район, прорабатывали ситуации и решали много экологических и каких-то коммунальных было вопросов, поэтому они воспринимались жителями как альтернативная система сельского самоуправления, которая реально была лицом к людям, которая реально помогала, и доверия было гораздо больше, чем к официальным властям с выборами которых было понятно, что это вероятно, они контрастировали на фоне других органов власти, я имею ввиду муниципальных, и поэтому люди шли. Собственно, я хотел бы все-таки, чтобы вы ответили на вопрос, власти Башкортостана считают, что риторика башкирских националистов носит ксенофобский характер, вы татарка, хотя и не из Башкортостана, но тем не менее, вас это как-то задевает, я имею ввиду это риторика? Нет, меня лично эта риторика вообще никак не задевает, я знаю, что есть некоторые такие суждения по поводу где татар больше, где башкир больше, какие районы заселены больше татарами, какие башкирами, особенно приграничные, у татарских национальных активистов тоже, не у всех, но иногда такая риторика включается, что какие-то районы, там, вот эта вот дележка границ и территорий, где больше тех, где больше тех, я к этому на самом деле отношусь достаточно спокойно, то есть меня лично вот это вот никак не задевает и не трогает, допустим, в Лиге свободных наций активистам, которые я являюсь, ну, принимаются определенные документы декларации, да, и в частности в случае раскола и развала России активисты подписали декларацию о том, что национальные образования будут сохраняться в существующих территориальных границах, неважно эти границы спорные или не спорные они или не спорные дальше это уже путь диалогу уступок консенсуса и прочее, да, но изначально это сохраняется так, собственно, для того, чтобы не уйти в эти исторические дрязги выяснения, где больше тех или других, да, потому что сначала надо все-таки объединиться, отстоять свои интересы, найти партнерство, а потом уже решать вот эти вот вопросы, я думаю, что их можно решать и в культурном контексте, заводя куда-то образовательные программы, школы и прочее, да, я знаю, что у Рамели Саидовой была антиармянская риторика, вот, и вот эта вот риторика как раз-таки мне, ну, лично мне достаточно неприятна, хотя саму Рамелю я, тем не менее, я с ней общалась достаточно много, я считаю политически преследуемым человеком, но переводить в, опять-таки, в национальную плоскость, обвинять там всю диаспору в том, что они чем-то нехороши и должны полностью покинуть регион из-за того, что в различных коррупционных схемах также участвуют представители армянской диаспоры, но там участвуют и представители русской диаспоры, представители башкирской Представители всех коллекций и метр этнических границ. Коррупционеры, опять-таки, как и преступники, они не делятся по цвету кожи рас и гендеру и сексуальной ориентации. Они просто коррупционеры и преступники. Это нужно понимать. Но, к сожалению, вот такие высказывания там были, я их не могу комментировать, потому что человек так считает. Он за свои слова пострадал и пострадал, как мне кажется, очень сильно, и это действительно дело политическое. А что касается Руслана, что касается Фаиля Алсынова, я, конечно, хочу выразить ему огромную поддержку, огромное личное уважение. И мы с ним разговаривали еще с тех времен, когда были первые протесты по Куштау. Очень много я знаю его, насколько он искренний, насколько горящий за свою республику, за свой народ, за свою землю, человек. И в его риторике никакого такого ксенофобского контекста нет. Да, он за башкирский язык, за башкирскую культуру, за землю, где испокон веков живут башкирии. И что в этом плохого? Это не национализм в той негативной коннотации. Юлия, я вас услышал, спасибо большое. Федор, вот Юлия говорит о том, что ее не задели слова и риторика башкирских националистов. Алсынов осужден, как утверждают власти, за ксенофобскую риторику. Вас его слова задели, вы тоже не башкир, но из Башкортостана. Меня слова Алсынова абсолютно не задели. Более того, я почитал многих людей, которые по-разному могли трактовать, но тем не менее среди них никто не высказывался в том русле, что эти слова можно каким-либо образом трактовать как уголовное что-то, даже административное. Но тем не менее я встречал, такие моменты, что это можно трактовать, допустим, как что-то нехорошее, но некрасивое максимум. То есть то, что даже не может тянуть на административное преследование. Поэтому я, конечно, считаю, что уголовное преследование Алсынова абсолютно несправедливо, и люди вышли поддержать Алсынова абсолютно по делу. Но тем не менее, я вижу риторику других членов Башкорта, я вижу то, что они обсуждают, я вижу это на протяжении многих лет, в том числе касаемо татар. Более того, они очень хвалебно часто высказываются о первом президенте республики, Муртазе Губайдуловича Рахимове. Этот товарищ, на мой взгляд, он как раз и проводил самую ксенофобскую политику из всех действующих руководителей республики. То есть, я встречаю не только по отношению к татарам, к татарам в том числе, это касается северо-западных районов, это касается того, что татарский язык в некоторых, ну, некоторые националисты считают, что башкирские язык, его татарский в этих северо-западных районах, он является всего лишь диалектом. Более того, я периодически вижу, в том числе, такие разговоры о том, что татар вообще, может, не существует как нации. То есть, это, ну, и многое-многое подобного. То, что касалось армян, я здесь склонен к тому, что некоторые из лидеров Башкорта слишком большое внимание удивляют тюркизму, соответственно, вот эти все моменты противостояния с Арменией, нелюбовь к Армении, Азербайджан и Армении, конфликты, ну, и всем известный Карабах или Борцах, как его называют в Армении. Вот, и, конечно, я вижу проблему большую ксенофобии. У меня к вам еще один вопрос. Еще до войны башкирские националисты и сторонники Алексея Навального вместе выходили на акции протеста. Сейчас на митинги выходят только сторонники башкирского движения или кто-то еще помимо них? Я не могу сказать, что я видел кого-то, кто выходил бы на акции протеста среди именно актива Башкорта, либо заявлял о том, что это организация, либо, как активисты башкирские выходили. Безусловно, среди тех, кто выходил на поддержку Алексея Навального, были люди всех национальностей, которые у нас проживают в республике. Поэтому я могу сказать, что здесь на башкирске протесты в поддержку Фаиля Алсынова отталкивают это, конечно, русское население, это отталкивает в том числе и татар городских в Уфе. Вот именно ксенофобская риторика, я встречал ее и в Фейсбуке, и мы спорили, мы дискутировали со многими людьми на этот счет. Кто-то говорит, что это абсолютно нормально, что люди надумывают проблему, но я так не считаю, повторюсь. То есть помимо башкирских националистов сейчас никто не выходит, или я неправильно вас понял? Ну, какие-то единичные акции, протесты бывают, они прежде всего антивоенные, но чтобы выходил кто-либо сейчас на акции в Башкортостане, нет, никто больше не выходит. Юлия, в Татарстане как раз наоборот, до войны было ощущение, что экоактивисты и примкнувшие к ним жители республики не объединяли усилия ни с татарскими националистами, ни со сторонниками Навального, каждая из этих групп жила как будто своей жизнью. Как вы думаете, почему? Нет, я думаю, что это не так, по крайней мере в Казани. на самом деле актив, ну, то есть реально люди, которые могли повести за собой, он был небольшой и включал в себя и сторонников Навального, и татарских националистов, и экоактивистов, и представителей различных партий и движений, и в итоге, когда были какие-то крупные мероприятия, активистские, я имею в виду выходы, протестные, мы все координировались и, как сказать, ходили помогать друг другу, не являясь частью, допустим, движения, мы, тем не менее, примыкали просто в поддержку, то есть, допустим, представители МСЗ и штаба Навального ездили к нам в поддержку Гавриловской рощи, экоактивисты приезжали в поддержку в ТОЦ и Фарита за Киев, и... Ну вот смотрите... На выборы мы тоже все вместе шли наблюдать создавание... Мероприятия, например, Хатыр-Кюны, либо акции в поддержку татарского языка, это выглядело исключительно акции татарских националистов. Я не помню случаев, чтобы туда приходили, например, местные навальнисты. Я про это спрашиваю. Да, акции в поддержку, да, там были именно татарские представители в ТОЦ и татарские активисты, а акции против, то есть, против притеснения, против закрытия в ТОЦ, в частности, были акции возле суда, и туда уже приходили эко-активисты точно. Акции против уничтожения Гавриловской рощи, туда тоже приходили представители различных групп, то есть, против фальсификации выборов, туда тоже приходили. То есть, когда идея была за что-то, за какую-то отдельную повестку, то там, да, была сегментированность, но когда выступали против давления, против преследования, репрессии, там шли люди на фронт. Ну, татарский язык, обязательность его отменяли, это, в принципе, вопрос давления прежде всего, нет? Он не воспринимался как вопрос давления на личности, вопрос безопасности? У меня вопрос к обоим. Очевидно, башкирские протесты удивили всех. Ранее мы наблюдали довольно, я бы сказал, надменные выпады со стороны представителей федеральной оппозиции в отношении регионалистов. Особенно красноречиво это было выражено ровно год назад, когда в Европарламенте собирались регионалисты, среди которых, кстати, была июля. Думаете, российская оппозиция сделает выводы после событий в Башкортостане? Давайте начнем с Федора. Я думаю, что выводы, конечно, делать необходимо, но все зависит и упирается в ресурсы. То есть, даже когда мы занимались, будучи штабом Навальным, легальной политической силой, скажем так, полулегальной, мы больше уделяли проблемам именно таким глобальным, то есть, таким, как коррупция, потому что это легко показать, продемонстрировать. То есть, большие проблемы, например, башкирского языка наша власть решает абсолютно неумело. То есть, когда федеральная власть отменяет обязательность на местах, я думаю, что это не обходится без, опять же, администрации главы республики, идут такие моменты, что заставляют родителей подписывать вот этот документ о том, что их дети хотят изучать башкирский язык. Тем самым, они пробуют нивелировать как бы федеральную повестку, но получается от этого только хуже. То есть, те люди, которые не хотят изучать, они говорят, ну как же так, у нас есть федеральный закон, с другой стороны, ну то есть, это не приводит ни к чему хорошему. Сейчас же, я думаю, оппозиция, конечно, должна, но это все зависит от ресурсов. И вот вы называете регионалистами, в том числе выступления в Европарламенте, но прежде всего, я помню, эти статьи, это были не оппозиционные статьи, это были статьи оппозиционных медиа, если так можно назвать, которые называются у нас независимые медиа. Я сужу по комментариям в социальных сетях, я специально прослеживал, там было огромное количество, в том числе, довольно известных людей в оппозиционных кругах, которые называли это цирком, это буквально цитата, и таких слов было довольно много. Ну, если коротко, я могу сказать, что я не считаю вот по повестку которую делали в том числе в Европарламенте, конструктивный и объединяющий для оппозиции. То есть, если одни люди выступают только, ну, я сужу в том числе по риторике того же самого Руслана Габасова из Башкортостана, где только отделение, только, только вот это, и все, другого нам не надо. Это неконструктивный диалог, и каким образом такие люди собираются налаживать диалог с другой оппозиции, непонятно. Да, вопрос заключается не в этом. Вопрос заключается в том, что среди них было очень много комментариев, которые говорили о том, что это совершенно маргинальные люди, у которых нет никакой социальной базы, и тут в Башкортостане выходят тысячи. Ну, я еще раз повторюсь все-таки тогда уж к началу, что выход за несправедливость, за своего башкирского парня, который попал в беду, который представлял интересы сельских жителей, в том числе по золотодобыче, по другим вопросам, проблемам башкирского населения. Вот, если мы говорим про социальную базу всех так называемых деколонизаторов, то она существенно уступает башкирской. Вот, поэтому здесь о каком-то общем сегменте, как регионалистов, о том, что они представляют большие слои населения, конечно, это вопрос, скажем так, минимум спорный. Ну, там поднимался как раз в том числе башкирский вопрос. Я помню, как журналистка из Башкортостана Кучеренко, Дарья, реагировала и оппонировала этим людям, говоря, что вот в Башкортостане, например, это совершенно не маргиналы, это люди, у которых тысячи и тысячи сторонников, которые собирали на мероприятия, на ЕИНы, плюс у них в социальных сетях было очень много подписчиков. И, собственно, понятно, что не все они имеют такую социальную базу, но среди них были люди, которые имели такую социальную базу, как выясняется сейчас. Ну, здесь мы тоже должны все-таки, вот мы представляем меня, допустим, как бывшего члена команды Навального, соответственно, там у людей складываются некие стереотипы, как подходит команда Навальному каким-то проблемам. Здесь я могу сказать, что Дарья Кучеренко, она придерживается левых взглядов, как мы знаем, люди левых взглядов, они всегда антиколониальные, они за социальную справедливость и прочие-прочие моменты. То есть я считаю, что здесь тоже могут быть моменты предвзятости. И количество подписчиков в социальных сетях, мы как видим, оно стремительно растет в тот момент, когда происходят какие-то массовые акции недовольства, и в том числе вот эти подписчики, они растут во время протестов и существенно выросли во время протестов Куштау. Ну как это можно посчитать и сказать, что все эти люди являются представителями именно националистов башкирских, я вот в этом не уверен. Юля, а что вы думаете по этому поводу? Ну, собственно, я была одним из тех людей, которые выступали в Европарламенте, я выступала там как татарка, вот, и я в этом плане не согласна с тем, что регионалисты это маргинализованная какая-то часть, да, действительно сложно оценить, какой поддержкой в регионах реально пользуется тот или иной спикер. И я думаю, оценить это тяжело не потому, что не существует какой-то системы измерения, а потому, что пока не происходят определенные события, люди сами не знают, выступают они за этот контекст или нет. Мне регионалистская повестка близка, не исходя из сугубо националистических соображений, да, я это неоднократно подчеркивала, а исходя из того, что Россия как единая империя всегда будет представлять угрозу и для окружающих стран, и, собственно, для тех частей, из которых она состоит, потому что это огромная плохо управляемая машина, которая периодически оказывается в руках безумного диктатора. Это не только Путин, это и Сталин, это и дальше, если в историю, много примеров мы можем найти. Опять-таки, я была на Куштау через год после протестов, я встречалась с активистами, которые туда приехали, и, собственно, они мне из первых рук, показывая буквально места, где у них стояли укрепления, где они ставили кордоны, какие-то засеки делали, рассказывали о том, как это все происходило, в том числе, что сначала лагерь, он был небольшой, там было 300, может быть, человек, и когда этот лагерь снили, вот за ночь, фактически, за 10 часов, туда приехало порядка 10 тысяч человек, и я встречалась с одним из ведущих Баш-ТВ, это государственное телевидение, успешный такой ведущий, популярный, да, естественно, тот, который вел новости и проводил государственную политику, скажем так, как ведущий официального канала, он просто встал во время прямого эфира и сказал, ребята, я поехал на Куштау, я увольняюсь, я беру вещи и я вот в машину, и все, то есть, и вот так пошли люди, это были не только башкиры, большое количество было и русских, и татар, и даже Фаиль сейчас, Салсынов, в своем письме из СИЗО пишет, что большое количество русских ему, на русском языке, вернее, русскоязычных, ему пишет с поддержкой, поэтому это был вот такой массовый протест, когда просто люди вставали и шли, потому что там земля и там бьют парней, которые, и не только парней, там и женщины были избитые, я общалась с этими женщинами, то есть бьют людей, которые имеют смелость встать за эту землю, и где вот так вот порвется, где народное терпение лопнет, никогда не скажешь, и мне кажется, что российской оппозиции все-таки надо внимательнее прислушиваться к регионалистам и выходить, по крайней мере, на попытки диалога, потому что говорить о том, что мы против войны Украины, с Украиной, да, мы против царствования Путина, но при этом сохранять риторику единой и неделимой России, мне как-то странно, потому что Россия это, собственно, имперский продукт, и война и нападение на Украину это тоже имперский продукт, и Путин это имперский продукт, и мне кажется, что менять ситуацию надо в корне. Юлия, Федор, я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях были экоактивистка из Татарстана Юлия Файзрахманова, а также бывший член команды Навального в Уфе Федор Тейлин. Смотрите нас на сайте edelreal.org, а также в наших соцсетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok